Привет, друзья! С наступившим вас Новым Годом! С вами снова канал Вестник Бури, и сегодня у нас ролик, который я просто не мог не снять. 2022 только начался, а уже изрядно удивляет. Знаете, кажется, мы стали забывать, как выглядит настоящий такой народный бунт, народное восстание, и вот оно произошло. В Казахстане вспыхнули общенациональные бунты, которые уже привели к отставке правительства и чуть не закончились прекращением тотального доминирования клана Назарбаевых в стране. Международный, в том числе и российский миротворческий контингент введен в Казахстан по приглашению президента Такаева. В сети ходят уже немало мифов и легенд о том, что это новый Майдан, это происки то ли Запада, то ли России, то ли Китая, то ли Турции, то ли еще кого-то там. Я же предлагаю поговорить о том, что и почему произошло в Казахстане, какие выводы и какие уроки из этого мы можем извлечь. Поехали! Для тех, кто в последние дни находился в танке, в салате, в похмелье или еще где-то там, поясняю. Все началось с достаточно локальных выступлений граждан, недовольных повышением цен на автомобильный газ с 60 до 120 тенге, в пересчете на рубли с 10 до 20 рублей за литр. Да, можно заметить, что в России этот газ стоит 30 рублей и никто не возражает, но это Россия. Казахстан же, видимо, дошел до нужной точки кипения. Жизненный уровень здесь в последние годы лихо проседал, при этом местная власть считала, что особой угрозы для нее нет, ведь в политическом поле все зачищено тотально и давно. Запрещены все более-менее реальные оппозиционные партии, включая левые. В 2017-м юридически закрыты независимые профсоюзы, многие лидеры в тюрьмах или в эмиграции. Однако тоже рабочее движение в Казахстане подпольно продолжало развиваться. Происходили регулярные забастовки, появлялись неформальные рабочие комитеты. И вот это вот все дело сдетонировало. Одним из центров протеста стал Жаназен, ранее известный расстрелом демонстрации рабочих нефтянников в 2011-м году, о чем у нас, кстати, есть давнее видео. Также начались протесты и в Актау. Граждане требовали стабилизировать цены на топливо. Власть ответила на протесты заявлением Министерства энергетики Казахстана, в котором, похоже, засели какие-то либертарианцы, которые попытались разъяснить глупенькому народу, что это все рыночек порешал. И что повышение цен на газ на самом деле связано с ростом спроса, мол, потребление газа постоянно растет, а объемы производства остаются на прежнем уровне. Удивительно, но такое мудрое объяснение почему-то не подействовало на протестующих. Не помогло даже снижение цен, проведенное владельцами автозаправок в Мангистауской области. Протест продолжал шириться. Я знаю, что кто-то находит объяснение ситуации в том, что, дескать, иностранные кукловоды заставляли рабочих бастовать, но по сути газ был только поводом. Народ, который устал от политики олигархата, от закручивания гаек, народ, который помнит еще расстрелы 2011 года, просто сорвался с цепей. И понеслась. 4 января на улицы вышли уже не десятки, а сотни тысяч людей, в частности в Алматы. Власть запоздала, объявила о снижении цен на сжиженный газ, но только в Мангистауской области. Причем аж до 50 тенге, ниже, чем до повышения. Но это уже не помогает. Протестующие выдвигают все больше требований, в основном экономических, касающихся ровно тех же проблем, которые знакомы всем и в России, высоких цен на еду, жилье, коммуналку, ипотеку и так далее. Даже снижение пенсионного возраста не забыли. Впрочем, был и ряд политических требований, отставки чиновников, честные выборы. Однако основная направленность протеста была и остается социальной. Вообще, поскольку политическое пространство в Казахстане в последние лет 20 оказалось тотально зачищенным, ну, в общем-то, как и в России, то единых структур и единых требований у протестующих не было. И это стало одной из слабостей бунта. С другой стороны, это дало возможность чуть ли не каждой организации или местной инициативной группе выдвигать свои требования. А с третьей стороны, в сети появилось немало фейков и вбросов с якобы требованиями оппозиции Казахстана, куда вписывались дикие антисоветские или просто антирусские тезисы. Закономерно возникла угроза и того, что стихийное движение попытаются подмять и приватизировать те или иные буржуазные националистические силы. О чем говорил представитель социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. Естественно, попытки будут. Будут и попытки со стороны националистов, и со стороны националистов тоже очень размытые понятия для Казахстана, потому что последние националистические организации движения, они созданы Комитетом национальной безопасности напрямую. Другие какие-то националистические группы, они также будут делиться сейчас по принадлежности к тем или иным олигархическим группировкам. Те вот олигархи из-за рубежа, вот вы назвали там бывший премьер-министр Кожигельдин, еще там некоторые деятели, да, они, может быть, связаны с Западом при поддержке США. ЕС будут тоже стараться каким-то образом вернуться и оседлать это народное протестное движение. Все эти угрозы, безусловно, существуют, их нельзя отбрасывать, но и в то же время нельзя демонизировать. То есть на сегодняшний момент, я уже об этом говорил в других интервью и в своих статьях, вот нынешнее выступление можно назвать социальным взрывом. То есть массовым движением снизу, которое пытается, так сказать, быстро политизируется, но которое не имеет своих политических партий, политических сил, конкретных политических требований, лозунгов. Противостояние становилось все более жестким. В Алматы начались столкновения с полицией. В то же время по телевидению выступил президент Касым Жамарт Такаев, который заявил, что власть не падет и вообще призвал граждан проявлять благоразумие. Параллельно протесты охватили значительную часть страны. Люди начали выходить во многих городах Казахстана. В ночь на 5 января в Алматы уже вводят колонны бронетехники, но при этом протестующих это не останавливает. Они буквально прогоняют солдат вместе с бронетехникой с площадей. Начинаются погромы полицейских участков. Ночью президент Такаев объявляет в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Протестующие жгут и крушат полицейские машины, силовики обстреливают их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Утром 5 января все идет по нарастающей. СМИ распространяют информацию о разоружаемых военных и полицейских, с которых просто срывают погоны. Такаев объявляет об отставке правительства, вводит государственное регулирование цен на бензин, дизель, на социально значимые продукты. Но это уже ничего не значит. Толпы протестующих штурмуют правительственные здания в столице и других городах страны. В полдень сообщается о пожаре в городской администрации Алматы и филиале правящей партии Нур-Атан. Люди штурмуют администрацию президента, чуть позже поджигают и ее. В процессе этого местные силовики, похоже, впервые применили огнестрельное оружие на поражение. Приходят сообщения о захвате оружейных магазинов, о разгроме редакции правительственных изданий и телеканалов. В то же время к протестам присоединяются рабочие, начинают бастовать в том числе и металлургические заводы. В стране практически полностью отключен интернет. Чрезвычайное положение распространяется на Алматинскую область и на столицу Нур-Султан. Президент Такаев выступает с очередным экстренным заявлением, в котором объявляет, что Назарбаев, бывший пожизненным председателем Совета Безопасности Казахстана, отправляется в отставку и эту должность берет на себя сам Такаев. Одновременно заявляется и о том, что президент готов на жесткие меры и что в Алматы толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими. Вечером стало известно о захвате международного аэропорта в Алматы и о введении чрезвычайного положения на всей территории Казахстана. На государственном ТВ выступил генерал-майор ВВС и бывший космонавт Тактар Аубакиров. Он призвал всех членов Организации Договора о коллективной безопасности ввести войска в Казахстан, чтобы, по всей видимости, использовать их против собственного народа. Как вы видите, позорники среди бывших космонавтов присутствуют не только в России, а чуть позже ему вторит и президент Такаев. Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. То есть сначала власть говорит о том, что иностранные бандиты хотят развалить страну, а потом практически сразу открыто призывает другие страны вводить войска в Казахстан. Причем введение контингента вроде как предполагает наличие внешней агрессии. В связи с этим у меня вопрос, а какое государство напало на Казахстан? Бунтуют рабочие, бунтуют безработная молодежь, хотя я понимаю, что для властей Казахстана это жители не просто другой страны, но какой-то другой параллельной вселенной. Чуть позже стало известно о том, что ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворческие силы, вроде как ограниченный контингент для защиты важных объектов инфраструктуры. Россия воистину почувствовала себя в очередной раз жандармом СНГ. А ближе к ночи в Алматы ввели местные войска, началась так называемая антитеррористическая операция. Надо сказать, что некоторые предпосылки для этого действительно были. Действительно, на улицах появились мародеры, которые грабили магазины и вступали в перестрелки с силовиками. В то же время очевидно, что протестовали одни, а занимались всякими непотребствами и грабежами уже совершенно другие люди. Интересное видео пришло ночью из Акимата Алматы, где протестующие обнаружили сейф с деньгами и начали раздавать их всем желающим. По 2000 тенге в руки. Власти страны тем временем рассказывали о подготовленных за рубежом террористах. Ну, в общем, власть, воспользовавшись грабежом и мародерствами, изобразила протесты как вторжение. Ну, правда, не шибко понятно, чье. Еще до ввода иностранных контингентов в ночь на шестое в Алматы снова входят правительственные войска. И на улицах города начинается настоящая война. Ночью сообщалось о крупных перестрелках между протестующими и военными в Алматы, а с утра власти заявили о десятках ликвидированных террористах и 12 убитых силовиках. Утром же появились видеозаписи отправки российского контингента в Казахстан. Кстати, где-то в водовороте этих событий рабочие жена Азена начали создавать свои параллельные органы власти – выборные советы старейшин. Таким образом, они показали в очередной раз, кто является авангардом протестного движения в Казахстане – наиболее организованным и сознательным. Однако, вместе со введением миротворческих контингентов, власти Казахстана начали переходить в контрнаступление. Уже днем шестого сообщалось о задержании двух тысяч человек в Алматы. При этом, например, в Актау продолжался мирный протест. Люди просто стояли на площадях. 7 января Такаев заявляет, что никаких переговоров с бунтовщиками не будет. Силовики будут стрелять сразу и на поражение. Как и 10 лет назад, восстания топят в крови. Только в этот раз все еще масштабнее и еще жестче. В то же время, власти объявили о государственном регулировании цен на газ, теперь уже по всей стране, и об ограничении роста цен на бензин. Ну что ж, вот она, древняя практика кнута и пряника. Что же в итоге можно сказать по поводу событий в Казахстане? Несомненно, удивляет та стремительность, с которой начали разворачиваться события. Обычные митинги протеста невероятно быстро переросли в полномасштабные столкновения и захват стратегически важных зданий. Очень удивила неорганизованность казахстанских силовиков и организованность, причем стихийная организованность протестующих. Это уже совсем не Минск-2020, где вышли сотни тысяч людей и не знали, что делать дальше. В Алматы-2022 протестующие были куда более решительными. Причем это были не какие-то засланные казачки, это были рабочие предприятия, уставших от жизни такой. И нужно еще учитывать то, что у протестующих не было направляющей силы в виде каких-то оппозиционных лидеров или движений. Поэтому такую функцию идеологического штаба на себя взяли женозинские нефтяники. Поэтому с них все и началось. То есть подняв определенные требования, выступив, показав пример, как нужно действовать, как нужно организовать эти протесты, по этой же схеме пошли выступать и бастовать как нефтяники, так и металлурги и шахтеры в других регионах. Это с учетом того, что у них есть собственный опыт забастовок, потому что нельзя сказать, что шахтеры и металлурги Карагандинской области или там медиплавильщики и граники бывшей Жасказганской области не имеют своего опыта. Они тоже бастовали в течение последних десяти лет неоднократно, добиваясь повышения заработной платы. И проводили захватные забастовки. И сейчас просто вот этот опыт, эта традиция наработанная, с учетом того, что существует слой активистов на этих предприятиях, он просто сейчас сработал. В основном это молодые люди, конечно, от 20 до 30 лет, так сказать, условно. Они являются главными двигателями вот этой классовой борьбы, забастовочной, на местах. Вот. Естественно, выдвигаются новые лидеры, активисты, но они пока не так заметны, потому что сами понимаете, что именно вот в ситуации репрессии все прекрасно понимают, что как только появятся уже официальные структуры, там, лидеры их начнут преследовать. Об этом, кстати, довольно забавно писал российский либерал-навальнист Милов. Вновь российские либералы учат кого-то там, как делать протест, сами же этого не умея от слова совсем. Впрочем, может быть, Милову действительно не понравилось, что в Жаназене или Алматы не было каких-то политических лидеров, которые могли бы по типу Болотной в Москве пойти попить вискарика в мэрии и обсудить все в тесном кругу с АПшечкой. Но таких лидеров в Казахстане не было. Протест, очевидно, не инспирирован Западом, Турцией или кем бы то ни было еще, чтобы там не писали наши или казахстанские охранители. Просто устроить протест таких масштабов и такого накала, просто вкинув бабла, невозможно. Протест в Казахстане стихийный и народный, с высокой степенью поддержки именно со стороны промышленного пролетариата, который сейчас устраивает забастовки на производстве, создает свои параллельные органы управления. Впрочем, на данный момент уже сложно поверить в то, что протестующим удастся сменить власть в республике. Судя по всему, стоит ожидать еще большей стагнации политической и любой другой жизни в Казахстане. И пока что не очень верится в альтернативу гражданской войны. Все-таки войны в любом случае не хочет никто. Ну а Россия продемонстрировала в очередной раз желание выступить в роли жандарма и поддержать консервативные дружественные режимы, используя любой шанс. При этом, знаете ли, позабавили некоторые диванные коммунистические эксперты, которые, конечно же, объявили, что протест неправильный, что протестующие о ужас бьют витрины, убивают несчастных силовиков, что правильной компартии в Казахстане нет, да и вообще никто не дает гарантии успеха. Словно кто-то кому-то когда-то эти гарантии давал. Ну, значит, все. Такое мы поддерживать не будем. И грош цена тем левым, тем социалистам, тем попросту прогрессивно настроенным гражданам, которые высокомерно отворачиваются от такого рода народной борьбы, не стараются организовать ее, структурировать. Кстати, на этот счет я рекомендую вам ознакомиться с заявлением Союза марксистов по теме. Ссылочка будет в описании к видео. Я порицаю мародеров, но я выражаю огромное уважение сознательным рабочим и просто гражданам Казахстана. Россия смотрит на вас, и ваш опыт имеет для всех нас огромное значение. Я считаю, что все неравнодушные люди в странах СНГ должны выступить против введения миротворческих формирований на территорию Казахстана и против политических репрессий, которые сейчас неминуемо развернутся в этой стране. Ну и да, не забывайте, что стихийное восстание, конечно, может окончиться победой, как это было, например, в февральскую революцию в России, но куда больше шансов у такого стихийного восстания, когда есть заранее подготовленные координационные структуры. Ну и последнее. Казахстан, столь похожий в политическом отношении на Россию, полыхнул внезапно. И столь же внезапно может начаться народное восстание в любой из стран на постсоветском пространстве. И я уверен, еще начнется. До новых встреч. С наступившим 2022 годом. Субтитры создавал DimaTorzok